МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ По сожалению, у нас на рынке СМИ, по сути, остался единственный независимый издательский дом, крупный федеральный игрок, который бы не принадлежал бизнес-структурам, каким-то властным структурам и так далее. Да, МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ полностью независимый издательский дом. Мы же понимаем, что есть политика, есть государственные органы власти. Часто ли они пытаются как-то надавить и повлиять на редакционную политику? Ну, к сожалению, такие случаи бывают, скрывать их бесполезно. Но сила, как раз я счастливый человек, я считаю, что я очень счастливый человек, потому что я действительно работаю в независимой СМИ, и мне достаточно легко отстаивать по своим тем вопросам, которыми я занимаюсь, именно независимую политику. Да, случаются, да, но чаще всего это не с точки зрения ультиматумов происходит. Это с точки зрения того, что люди во власти пытаются как-то донести до нас свою позицию, свое мнение. А уже редколлеги, главный редактор, заместитель главного редактора принимают, либо считают и имеют свою точку зрения. Ну, бывали ли случаи, что вы снимали материалы именно под, ну, я говорю, давление, вы говорите, не знаю, как это назвать даже. Нет. То есть ни разу не было такого, что вам звонили и говорили, вот давайте сегодня не поставим этот материал. Есть, я бы тут сказал больше не о вот этом, опять же, давлении, о котором вы говорите. Здесь есть вопрос самоцензуры, не цензуры, я подчеркиваю, а самоцензуры, да? То есть главный редактор достаточно часто собирает редколлегию и коллегиально обсуждают те или иные вопросы и вырабатывают подход издательского дома к тем или иным вопросам. Будем мы это обсуждать или не будем? Это не какой-то совет извне, это решение внутри коллектива в интересах издательского ледома, в интересах развития, там, не знаю, громко сказано, может быть, но в интересах развития страны, в интересах развития бизнеса, там, или конкретного журналиста нашего. Какому СМИ вы больше доверяете и почему? Я доверяю больше телевидению. В интернете очень много мусора, как я считаю, очень много лишнего такого, неправды даже. Интернету и телевидению, потому что там самые свежие, нормальные новости. Я не интересуюсь новостями совсем. А почему? Ну, просто. Интернет, наверное, просмотрю. То есть помолодежней, молодежной, то есть как бы, ну и все новости там узнаешь. Интернет. Почему? Ну, потому что там более свежие новости, то есть интересные люди выступают, пишут всякие статьи. Телевидение, наверное, больше носит какой-то рекламный характер, развлекательный характер. Именно поэтому к ним доверий меньше, конечно же. А если говорить про регионы, да, у вас много изданий в регионах, у каждого свои учредители, да, как бы своя франшиза. Насколько тяжело вот с ними обсуждать политику, особенно местную, региональную, да и федеральную тоже? Вы имеете в виду, как мы с ними обсуждаем? Да, как вы общаетесь, как вы находите точки соприкосновения? Вы знаете, да, у нас на данный момент газета «Московский Миссомолис», региональная газета, распространяется в 65 регионах Российской Федерации и в 15 зарубежных странах. Наша позиция такая, это франшизные проекты, вы совершенно правильно говорите, мы предлагаем бизнес. Мы относимся вообще, в принципе, к газетному делу, как, наверное, к какой-то не социально значимому мероприятию, да, а конкретному бизнесу. Мы занимаемся бизнесом и мы нашим партнерам в регионах предлагаем интересный бизнес для их заработков, для их развития, для их каких-то целей, которые перед собой наши инвесторы, издатели ставят. Поэтому наша позиция, есть законы Российской Федерации, есть закон о СМИ, есть закон о рекламе, просьба их, ну не просьба, обязательства их не нарушать. Все остальное мы не заставляем. Работаете вы с Единой Россией в качестве примера, да, работаете, работаете с КПРФ, работаете вы в своем регионе, выстраиваете свою региональную политику по отношению к власти, к бизнесу и так далее. Мы предоставляем качественный продукт для вашего развития. Взаимодействие у нас очень плотное, мы всегда на связи, мы всегда в оперативном режиме созваниваемся, списываемся и так далее. Но сказать, что нами прямо вот руководит федеральная МК, то есть указывает нам, о чем писать, о чем не писать, такого, конечно, нет. То есть Нижегородская редакция, достаточно самостоятельное издание. Насколько сейчас журналисты, насколько часто приходится их редактировать именно в политических материалах? У вас же есть серьезные авторы, которые имеют свое мнение. Вы знаете, наверняка и вы также читаете «Московский комсомолец», и действительно у нас есть достаточное количество острых авторов. Тоже Александр Минкин с его знаменитыми письмами президента. И любой читатель, который прочитает, понимает, что эти письма не редактируются. Уникальность «Московского комсомольца», может быть, это какая-то такая избитая история, вот этот уникальный журналистский коллектив, который там много лет назад был использован, появилось это выражение. Но в данном случае «Московский комсомольец» действительно уникальный журналистский коллектив. У нас в коллективе есть очень либерально настроенные журналисты, есть патриотично настроенные, есть центристы, скажем так. И уникальность «Московского комсомольца», что они имеют возможность выйти на страницы МК и изложить свое мнение. Зачастую оно противоречит мнению даже главного редактора. Но есть свобода слова, который Павел Николаевич достаточно активно продвигает, как бы и уж точно на страницах «Московского комсомольца», не редактируется. Спасибо большое, Олег. Приезжайте к нам в Нижний Новгород почаще. Спасибо большое, что пригласили. У нас в студии был Олег Воробьев, заместитель генерального директора издательского дома «Московской комсомольцы». А сейчас предлагаю посмотреть, как изменился рейтинг политических лидеров и неудачников АПН «Нижний Новгород» за неделю. Политические лидеры недели третье место Никита Сорокин, депутат Законодательного собрания Нижегородской области. Конкурс «Россия. Время молодых» стал одним из самых заметных политических событий года и едва ли не единственным событием такого масштаба, не инициированным сверху. Второе место Александр Шаронов, исполняющий полномочия секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Нижегородской области. Назначен исполняющим полномочия секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия». Шаронова хорошо знают, он старается быть объективным и чуть ли не равно удаленным. Первое место Глеб Никитин, временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области. Серьезно укрепил свои позиции, проведя личную встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Политические неудачники недели. Третье место Дмитрий Сватковский, исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области. Возмущение врачей и учителей высокомерным поведением исполняющего обязанности зама губернатора, курирующего социальную сферу, нарастает уже замечено на федеральном уровне. Второе место Роман Антонов, исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области. Тот факт, что областная власть оказалась отодвинутой от заявления Владимира Путина об участии в президентских выборах, не остался незамеченным как федеральными, так и региональными экспертами. Первое место Вадим Булавинов, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Из-за громкого скандала ушел в отставку с поста исполняющего обязанности секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия». Даже испытательный срок не прошел. С вами был Андрей Вовк, программа «В центре политика». Увидимся на следующей неделе.